ну вот искала искала я мужчину на сайтах знакомств а встретила совершенно случайно просто на прогулке вот так наверное всегда и бывает как-то неожиданно судьба нам дает все равно какой-то шанс и главное этот шанс распознать и не пропустить ну и в общем как вы понимаете уже я хочу сегодня рассказать вам еще про одно мое знакомство и про мою очень неожиданную встречу давайте друзья я вам расскажу все по порядочку спрашивают а какой тип мужчины вам нравится ну вот мне кажется что здесь трудно вообще ответить на этот вопрос или вот например некоторые говорят да был бы человек хороший ищу хорошего человека а как вы думаете кто-то может сказать что он плохой человек а вот мне кажется что самое главное как говорят некоторые химия должна быть химия что такое можете себе ответить на вопрос когда действительно возникает химия между людьми по моему никто еще точно не дал объяснение этому феномену но то что она определенно есть уже никто не сомневается вот хотела сказать британские ученые конечно же изучали этот вопрос но это в самом деле так как бы не было смешно и вот они решили что есть такие определенные феромоны которые каждый человек выделяет ну то есть получается действительно что это химия я вот не знаю как у вас а я абсолютно точно могу сказать это работает определенно и у меня в жизни я вспоминаю было наверное всего несколько таких случаев когда встретив мужчину еще даже не зная его абсолютно вот я чувствую сразу к нему какую-то открытость я чувствую что мне с этим мужчиной как-то легко и мне сразу кажется что он прям какой-то знакомый знакомый что я как будто бы его давным давно уже знаю и мне хочется с ним разговаривать мне кажется что я понимаю его и мне с ним интересно совершенно вне зависимости от его внешности ну конечно же понимаете если вдруг начинаешь разговаривать с этим человеком и понимаешь что он как-то что-то совершенно не то тоже есть вероятность что можно ошибиться и начав разговор вы абсолютно разочаровываетесь но вот у меня такого не было и я тут почему так подробно про химию заговорила потому что для меня вот это пожалуй самое главное я не хочу говорить о высоких чувствах а любви это вы знаете уже чем дольше живешь на свете тем труднее это чувство чтобы она появилась да и тем более между двумя уже зрелыми людьми поэтому говорим хотя бы даже о химии а какой-то симпатии вот а какой-то искре божьей которая бывает между людьми но так вот вдруг неожиданно пробегает и дай бог как говорится чтобы найти человека с которым появится вот такая вот искра я ведь в общем-то много показывала вам мужчин свои встречи с новыми мужчинами свои свидания вот какие-то завязывались даже знакомства вы знаете про моего вот этого вот фотографа фотографа любителя хотела сказать филателлиста вот но как-то вы знаете вот не получилось но не зажглось божья искра не проскочила и химии не было лишь бы с кем я свою жизнь строить уже не хочу ну и вот с каждым годом мы начинаем все больше присматриваться к людям привередничать и если в молодости еще как-то знаете было сложно но все-таки понравился сразу загорелись оба вот и это любовь даже возникла то вот я например вижу что сейчас то не так ходит то не так смотрит то какой-то запах не тот да мало ли что еще может вот не понравится в человеке очень сложно для меня кого-то найти я-то в общем-то как-то знаете даже была заинтересована самим процессом конечно же я надеялась что кого-то найду но сам процесс тоже очень-очень увлекательный скажем так ну да ладно ближе к делу я показала вам уже чуть-чуть мужчину который мне понравился и с которым я случайно встретилась гуляя как обычно по своим каким-то улочкам любимым я сейчас вам покажу это видео мы с ним там разговариваем на английском языке я к сожалению не могу вот так накладывать текст сверху с переводом будет ни то ни сё поэтому давайте прослушаем я знаю что у меня много же все-таки и англо говорящих тоже зрители есть которые поймут о чем тут у нас был диалог но а тем кто не поймет я конечно же после этого видео вам расскажу и переведу смотрите здесь наверное будут барашек стричь видели ли вы когда-нибудь такое посмотрите ее ее выпустили она никуда и не уходит привет 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 Ты любишь их cut? Ты любишь их cut? Cut? Нет, просто... Аааа 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 Как много лампы? 14 14? Это фарм Это абсолютно красиво Красные животные Аааа Ааа, я живу здесь Я живу здесь в Райде, но в основном я русский Если вы не понимаете Аааа Я русский Кто-то не любит Сейчас Хорошо, спасибо за это Так же с английским и британских людей Есть много, которые не так хорошо Да Ты был в Россию? Нет, я никогда не был Нет, никогда Потому что я знаю много британских людей которые были в Москве которые были в Санкт-Петербург Да, я думаю они большие бизнес центры, не они? В больших городах они должны быть большие бизнес центры Би... 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 Нет, нет Нет, нет Есть много проблем Нет, нет Но... Не только в России В английском В английском тоже Да Я знаю Это... 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 Как вы везлили? Это все хорошо с вашей бизнесом в фарме? Это не бизнес Это просто хобби А, это просто хобби? Да Это просто хобби? Да О, реально Это... Я знаю Но это очень тяжелый хобби, ты знаешь Да Очень тяжелый Это... Да Это просто хобби В твоей семье Нет, просто я Просто я Просто ты? Да Просто я О, мой бог Это интересное Вы часто ходите? Да Очень часто ходите Да Очень часто ходите Вы ходите из Райд? Да Я ходите Я остановлю там паркнула мою машину И тогда ходите здесь здесь Потому что это абсолютно замечательный место Ну и о чем был наш диалог? Ну, во-первых, это была вот такая вот спонтанная неожиданная встреча И я подошла только лишь для того, чтобы вам показать вот этих вот замечательных овечек которых мужчина загнал в специальный такой загон И я подумала, что он их собирается там стричь стричь переспросила что вы будете их стричь еще подумала, что на зиму стричь овец как-то вроде не принято но он сказал, что нет я их хочу взвесить вот значит взвешиваю тут по одной чтобы узнать достаточно ли им корма я даю я говорю да вот надо же как интересно а сколько у вас всего овечек он сказал у меня их 14 ну 14 как-то мало подумала я для фермы и я спросила как ваш бизнес здесь продвигается нормально или нет но конечно же с моим плохим английским он сразу понял что я не англичанка и он спросил в свою очередь а вы откуда откуда вы будете как обычно спрашивают сразу англичане ну и я сказала что я вообще-то уже здесь давно живу но I am originally russian как тут говорят я русская я как-то знаете даже не хотела говорить что я русская вот все равно уже по-разному относятся здесь уже люди к русским ну и я тут же спросила как вы на это смотрите что я русская он сказал что да никаких проблем для меня хотя конечно сейчас да все очень политизировано но я знаю много русских которые здесь в Англии вели свой бизнес и сейчас все изменилось конечно времена другие и все это прекратилось но вот раньше здесь было много русских и я также спросила вы когда-нибудь были в России или нет он сказал что нет к сожалению нигде в России я не был ну и дальше мы с ним поговорили что цены везде поднимаются я сказала что цены выросли на бензин очень сильно как ваш бизнес выживает а он говорит да это не бизнес это у меня просто хобби я так удивилась говорю ничего себе хобби вам наверное все таки кто-то помогает он сказал что да нет я один этим занимаюсь я говорю что прямо семья не помогает нет говорит он мне нравится этим заниматься и вот понимаете же да я хотела прямо у меня на языке крутилась спросить так а вы женаты или нет почему я спрашиваю про семью потому что мне интересно было узнать ну вот он сказал что он занимается фермой один а кто же его как говорится знает а получилось то так что вот то что я вам в самом начале рассказывала о химии которая либо случается между людьми либо не случается так вот почему то у меня сразу я почувствовала какое то притяжение к этому мужчине он мне очень понравился вот какая то искра понимаете ли пробежала ну и он в свою очередь спросил меня а вы здесь часто гуляете я здесь вообще то гуляю не часто хотела ответить я но я почему то сказала да вы знаете вот часто гуляю я сюда приезжаю на машине и потом здесь гуляю и я потом выключила камеру свою потому что мне что то как то стало не очень ловко стоять со своей камерой снимать его и дальше мы еще немножко поговорили и мне так хотелось спросить у него а можно вот как то взять ваш телефон или как то с вами какую то связь вот и что то он тоже что то такое мялся вы знаете как потом выяснилось что надо было на самом деле вот как то нам оставить какие то свои координаты потому что встретились мы в следующий раз через долгое время у меня этот мужчина из головы все никак не выходил и я все сокрушалась да как же так почему же я у него не спросила телефон а потом думаю а вдруг он может быть женат ну и в конце концов наверное прошло недели две как я решила опять сходить той тропой и на авось может быть встретимся и вы знаете что до самом деле мы встретились опять и он очень обрадовался и я обрадовалась мы как бросились друг другу на встречу знаете как будто уже давным-давно знакомы и познакомились конечно и вы знаете вот тоже уже в разговорах после нашей первой встречи выяснилось то что и я ему тоже сразу понравилось и можно было бы конечно нам как взрослым людям сразу попросить вот телефоны друг друга или какую-то связь почему бы и нет но он постеснялся и я постеснялась мы потеряли в общем-то время и так-то по идее хорошо что мы смогли все-таки встретиться и все в порядке но но ведь могли бы и вообще потеряться вот опять же это говорит о том что очень часто теми шансами которые нам дает судьба мы почему-то не знаем как распорядиться а бывает что и вообще проходим мимо ну а с этим мужчиной я продолжаю встречаться у нас сейчас знаете такой конфетно-букетный период и вообще не знаю как ему со мной а мне с ним интересно очень все больше и больше интересует меня этот мужчина и вы знаете еще что что у нас находятся темы просто моментально и даже с моим плохим английским все как-то получается все складывается вот опять же я говорю о том что самое главное чтобы была какая-то химия и чтобы люди понравились друг другу это пожалуй первый мужчина после мартина моего который меня очень сильно заинтересовал но торопить события мы не будем посмотрим что получится дальше из всего из этого а я все-таки продолжаю свои поиски и останавливаться на одном мужчине я пока не буду просто я вам рассказала что из всех тех кого я вот встречала за последние эти несколько месяцев вот этот единственный мужчина заинтересовавший меня да и то вы знаете тут была такая история интересная что мне моя знакомая очень близкая хорошая которая тоже смотрит мои видео часто но и я с ней к тому же еще и делюсь всеми своими новыми знакомыми и я и рассказала что вот мужчина мне сейчас нравится мы практически встречаемся уже у которого своя ферма она как стала хохотать говорит галина ну ты из огня до в пол имя еще тебе только фермера не хватало я все жду когда ты лорда себя найдешь а у тебя опять какой-то фермер но это как вы понимаете все шутки такие потому что какой там лорд скажем прямо с моим то английским дай бог мне с фермером найти общий язык хотя опять же я никого не хочу обижать и фермеров тоже все люди разные все люди прекрасные главное чтобы человек нравился как у меня все идет по кругу друзья вообще вы знаете вот сижу уже пять минут а он не прекращается и все сильнее и сильнее дождь вот не хочется мне выходить мне еще сумки выгружать из багажника вся промокну конечно сразу бывает такое что дождь зарядит надолго но все таки еще подожду сегодня хочу вечером выйти к вам на связь приду домой буду монтировать новое видео опять у меня задержалась там очень много ну а это я вам из машины просто дождик показала показала как все таки погода в англии меняется очень быстро и не все у нас солнечные дни день через день вот такие вот ливни нас тоже радуют ну и все друзья на этом мое видео сегодня для вас заканчивается я желаю вам всем добра и мира пожалуйста берегите себя в это трудное время всем пока 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 что не знаю они они не знаю они не знаю Продолжение следует...